В своё первое большое плавание выпускники Даугубинской средней профессиональной школы строителей отправлялись пока только умозрительно. 245 шаров по числу молодых специалистов должны были взмыть в небо, покоряя неведомое пространство. Узнав, что воздушные шары с секретом, мы попросили раскрыть тайну. Я знаю, что у вас в шариках есть записочки. Давай попробуем всё-таки прочитать, что там у тебя в записке. Вот я сегодня утром проснулся и на балконе увидел шарик к нам прилетел из Германии. И с поздравлением хотели нас поздравить в училище. Прочитаю вам сейчас содержание. Твоя записочка. Да. Ну что ещё можно начертать в послании? Конечно, поздравить с окончанием учёбы, пожелать счастья и достижений. История с шариком из Германии, рассказанная Айгарсом, может быть и вымышленная, но вполне правдоподобная. Ведь долетел же заграничный шар до хутора в Медуме. Хозяйка нашла его зацепившимся за ветку яблони и внутри увидела записку. В ней на немецком языке было написано. Поздравляем с окончанием колледжа, счастья вашим друзьям и подпись. Иохин. Куда занесёт судьба этих ребят неизвестно, но всем хочется верить. Их ждёт хорошее будущее. Судя по оценкам, школа выпустила грамотных специалистов. На предложение аплодисментами ответить, кто как учился, выпускники заметно оживились, когда прозвучали семёрки и восьмёрки. А кто учился на девять? И, наконец, кто учился на самый высший балл в нашей школе, потому что вы выпускаетесь. Провожая взглядом шары, выпускники загадывали желания. Они разные, но во всех стремления к лучшему. Определился ли для себя дальше, будешь продолжать учёбу или уже... Да, буду дальше продолжать по учёбу, пойду на высшее образование по своей профессии, автомеханикой. Чтобы работу найти хорошую, чтобы куда-нибудь уехать потом, потому что здесь делать нечего. Всё-таки решили уезжать? Да, да, да. Страну какую-то выбрали? Да, Англия. Да, там сестра у меня, ну к сестре поближе. Ну вот так. Вы по профессии будете работать? Ну я думаю, постараюсь, по профессии можно что-нибудь найти. Как получится. А какая профессия? Отделочник. Хорошая профессия? Да. Ну и здесь можно работать? Ну можно, но не знаю. Хотелось бы туда куда-нибудь подальше. Этот год был тяжёлый не только для нас, для всех был тяжёлый, но мы нашли выход, это прежде всего тесная связь с восточным соседом. Это были заключены договора, и мы проходили производственную практику, производственное обучение в Беларуси, город Витебск. И вот мы вернулись месяц тому назад, вернулись, это подписали договор Псков, в результате этого договора в сентябре, и ежемесячно будет выезжать по 25-30 человек на производственную практику. Даугубинская школа строителей единственная в Латвии готовит техников дорожного строительства. Среди выпускников те, кто первыми получил дипломы по этой специальности. Четыре года назад при поддержке тогдашнего министра сообщения Айна Рашвессерса была открыта эта специальность. И сейчас мы явно видим, что мы очень здорово угадали, потому что вы помните совсем недавно вот с этим вулканом, который очень трудно произнести по-русски, да, из-за этого не летал ни один самолет, и сотни тысяч, если не миллионы людей просто не могли передвигаться по Европе. И поэтому сейчас открыты проекты на строительство дорог, транспортных сообщений, да, и поэтому я уверен, что наши ребята, которые сегодня закончили и закончат потом училище, обязательно примут участие в этом проекте, значит, будут работы. В этом году Дагубинской школе строителей исполняется 45 лет. Со времени основания в 1965 году выпущено 14 тысяч специалистов. Здесь готовят каменщиков, столеров, отделочников, автомехаников, сварщиков, дорожных техников, монтеров, инженерных коммуникаций. Учащиеся оттачивают мастерство на строительстве различных объектов, восстановлении светских и культовых сооружений. Оттого на торжественных мероприятиях здесь всегда много гостей и давних партнеров. Будущая коллектив средней профессиональной школы смотрит с оптимизмом. Впереди реализация четырех европейских проектов по модернизации материально-технической базы. Так что пройдет немного времени, и нынешние выпускники уже не узнают свою альма-матер.